В эфире телеканал ЛАБА, программа «Время новостей». В студии Татьяна Чистова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 8 сентября – единый день голосования. На этой неделе закончилась регистрация кандидатов. Районная коллегия проанализировала развитие отважненского сельского поселения. В новом учебном году малышей примут обновленные детские сады. В течение летних месяцев учреждения дошкольного образования, как и школы, готовятся к новому учебному году. Специальная комиссия провела проверку, сделала замечание и высказала предложение. Подготовка большинства детских садов нареканий не вызвала. В состав комиссии по приемке к новому учебному году детских садов вошли представители администрации, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, внутренних органов, ГИБДД, начальник и специалисты дошкольного образования. В ходе проверки были представлены 27 учреждений. Из них 17 детских садов принято без замечаний, что составляет 63% от общего числа дошкольных учреждений. В 10 дошкольных учреждениях были сделаны замечания Роспотребнадзором и в 6 учреждениях Госпожнадзором. Все мероприятия, которые были озвучены в замечаниях, будут включены в муниципальную программу развития системы дошкольного образования на 2014 год и будут устранены. Ежегодно в дошкольных учреждениях проводится косметический ремонт. Сюда входит побелка, покраска помещений, игровых площадок, устраняются неполадки в работе сантехники, обновляется игровое оборудование, книжный фонд, плюс к этому ликвидируются замечания прошлых лет. В этом году в детских садах выполнено мероприятие по подготовке к учебному году на 12 миллионов 800 тысяч консолидированного бюджета. В первом детском саду отремонтировали прачечную. Новые окна, полы, стены, коммуникации, оборудование, мебель не только радуют глаз, но и позволяют быстро и качественно выполнять работу в соответствии со всеми требованиями. Кроме внутренних помещений, в прачечной отремонтировали также и кровлю. А в третьем детском саду обновили одно из групповых помещений. Ремонт был одним из условий допуска учреждения к принятию детей в новом учебном году. Выполнен большой объем работ и сейчас ребята отдыхают и учатся в обновленных чистых и светлых помещениях. Находиться детям здесь удобно, приятно и, главное, безопасно. Кстати, этому вопросу уделяется наибольшее внимание. В детском саду 34-м веселом и в колледже в детском саду установлено видеонаблюдение. Также эта работа будет продолжаться в других детских садах в течение последующих лет. Будем эти мероприятия выполнять. Постепенно мы установим видеонаблюдение во всех дошкольных учреждениях. На следующий год запланированы на некоторых садах ремонты ограждений. Так, в 20-й детский сад, там будет проводиться капитальный ремонт ограждения. Это тоже по программе безопасности. Уличное освещение в 6 детских садах в этом году будет полностью восстановлено. Это также по этой программе по антитеррору и безопасности. Хорошая новость для родителей, которые пока не могут устроить детей в сад. К концу года в 5-м, 6-м и 22-м детских садах появятся новые места. 100 малышей присоединятся к сверстникам, которые уже получают воспитание и образование в дошкольных учреждениях. Сейчас готовится аукционная документация на проведение торгов по детскому саду номер 5 города Лобинска. Мы там реконструируем помещение музыкального зала под групповое помещение. 2 миллиона 400 предположительно пойдут на эти работы. Будет к концу года введено дополнительно 25 мест на полный день пребывания детей и 10 мест для детей группы кратковременного пребывания. Но эти детки будут находиться с питанием. Там будет оборудована полностью душевая кабинка для детей, туалетные комнаты, буфетная комната. Все кроме спальни. Дети будут находиться до часа дня в этой группе. Также готовится 22-й детский сад на реконструкцию помещения спортзала бывшего под групповое помещение. К концу года мы введем там также дополнительно 25 мест с пребыванием на полный день. Будет проходить также благоустройство территории, будут строиться новые навесы и в 5-м детском саду, и в 22-м. Устанавливаются малые архитектурные формы для детей, чтобы играли. И будет происходить реконструкция двора, смена плитки. Также частично и в 22-м, и в 5-м детском саду. 6-й детский сад мы запустим полностью 16 октября. Срок окончания действия всех работ будет введено дополнительно к концу года 40 мест. Лето – любимое для малышей время года. В дошкольных учреждениях стараются, чтобы июнь, июля, и август дети провели по-особому. С этой целью разработаны и новое меню, и разнообразные развлечения. Очень много мероприятий было запланировано в летний-здоровительный период по детским садам. Прошли развлечения массовые, выходы детей в природу. Совместные мероприятия, проводимые не только с детьми, но и с родителями. Родители очень любят эти мероприятия, с удовольствием присутствуют на них, принимают участие активное. Прошла витаминизация блюд, 315 тысяч было выделено из бюджета местного на приобретение фруктов, йогуртов. Дошкольные учреждения к новому сезону готовы. Начнется он почти через три недели. Но для малышей эти сроки не имеют особого значения. Они вовсю наслаждаются летом. В территориальной избирательной комиссии продолжается работа по подготовке к выборам главы города Лобинска, а также досрочным выборам глав Владимирского, Лучевого и Чемлыкского сельских поселений. Единый день голосования назначен на 8 сентября. О том, кто выдвинул свои кандидатуры на пост глав поселений, нам рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Любовь Ткаченко. Всего выдвигалось кандидатов 18 человек. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов. Трое кандидатов сошли с дистанции. Территориальная избирательная комиссия отказала кандидатам в их регистрации. Причина отказа заключается в том, что кандидаты не в полном объеме представили избирательные документы и допустили ряд серьезных ошибок, что абсолютно противоречит избирательному законодательству. Лобинское городское поселение. Зарегистрировано три кандидата. Золотченко Николай Максимович, Каркаценко Александр Андреевич, Матыченко Алексей Николаевич, Владимировское сельское поселение, Кашевой Алексей Константинович, Мищенко Валентина Николаевна, Тараськова Ирина Владимировна и Ткачева Ирина Ивановна. Лучевое сельское поселение. Баранов Дмитрий Алексеевич, Водяников Владимир Владимирович, Кандарин Константин Николаевич и Цыбок Елена Николаевна. Чамыкское сельское поселение. Базовлуцкий Валерий Петрович, Власова Светлана Валентиновна, Полушин Алексей Николаевич и Шевцов Константин Алексеевич. Сейчас наступил момент, когда кандидаты проводят агитационную деятельность, то есть встречаются со своими избирателями. Очень бы хотелось, чтобы все эти этапы, кандидаты прошли без нарушений избирательного законодательства. Одновременно с проведенной работой с кандидатами территориальная избирательная комиссия занимается участковыми избирательными комиссиями. Участковые избирательные комиссии приступят к своей работе в 20-х числах августа. В соответствии с законодательством, внесенными в нее поправками, участковые избирательные комиссии будут работать в течение 10 дней. Списки избирателей поступят на избирательные участки 28-29 августа. Районная коллегия по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления подвела итоги развития отваженского сельского поселения. По результатам 6 месяцев текущего года оно находится на 10-м месте среди сельских. Районные специалисты оценили работу аппарата и дали рекомендации по исправлению ситуации. Рассказывает Карина Огонян. На территории отваженского сельского поселения осуществляют свою деятельность 7 крестьянско-фермерских хозяйств, 6 индивидуальных предпринимателей, 1 предприятие по переработке древесины, а также 311 личных подсобных хозяйств. Несмотря на занятость населения, уровень безработицы в отваженском сельском поселении остается самым высоким. Увеличение безработных произошло по причине банкротства агрофирмы имени Суворова с закрытием Переправненского молзавода, на котором у нас работали более 10 человек, жителей села Гафицкое. За первое полугодие 2013 года на предприятии ЗАО «Агрокомплекс предприятия Лобинская» трудоустроено более 20 человек. Это жители станицы Отважное, село Гафицкое. Поселение ежегодно принимает участие в краевых целевых программах по улучшению состояния автодорог. В сентябре запланирован ремонт некоторых дорог в самой станице и в селе Гафицкое. 135 тысяч будет выделено на эти цели из местного бюджета и 2,5 миллиона из краевого. Кроме того, уделяется внимание освещению улиц. Помимо положительных моментов, Полина Коваленко остановилась и на проблемах своего поселения, отметив, в частности, недостаточное пополнение бюджета, отсутствие в администрации, учреждениях культуры, квалифицированных специалистов, недостаточную работу с молодежью и некоторые другие. Заслышав доклад, участники коллегии дали деятельности руководства поселения свою оценку. Особое внимание уделили проблеме безработицы. По этому показателю отважненское поселение занимает 13 место в ранжированной таблице. Недорабатывайте, а можно сказать вообще, Полина Николаевна, мы считаем, что вы не работаете в этом направлении. Извините, но цифры говорят сами за себя. За три года из вашего поселения из 30 человек, вот допустим, никто, мы делали акцент на годовой коллегии, что никто не принял участие по программе содействия занятости населению. И, к сожалению, за эти полгода также ни один из ваших безработных, несмотря на большое количество для вашего поселения, не принял участие в этой программе. А значит, здесь вы просто-напросто не информируете своих граждан о том, что такие госпрограммы существуют. За последние пять лет бюджет поселения увеличился практически в 10 раз. В 2007 году он составлял всего лишь 181 тысячу рублей. И, тем не менее, отважненское поселение остаётся одним из самых высокодотационных поселений не только в районе, но и в крае, отметила Галина Цимбал. Вопросы реконструкции и строительства сети уличного освещения, уборки мусора на территории поселения и другие вопросы благоустройства затронул в своём сообщении Василий Клюев. Довольно хорошее состояние по благоустройству, в частности, нет стихийных свалок. На коллегии говорили о самых разных моментах жизни и деятельности станицы. В частности, затронули вопрос регулирования межнациональных отношений. Поселение граничит с соседним районом от Радненским, где как бы не всё благополучно, скажем так, в плане межнациональных отношений. Ну и это не может не оказывать каких-то отголосков на территории Станицы Отважной и Гафицком. Поэтому, мне кажется, к этим вопросам нужно особое такое отношение, и я так предложил бы рассмотреть вопрос о принятии программы по гармонизации межнациональных отношений в поселении. Уделили внимание проекту по расчистке русла реки Большая Алаба, в рамках которого будет освоено 36 миллионов федеральных средств. Подняли проблемы нехватки кадров как в администрации, так и в сферах культуры и спорта. Несмотря на некоторые недоработки, оценку поселения получило удовлетворительную. Ситуация не настолько она там плохая. Есть моменты, требующие, опять-таки говорю, исправления, улучшения. Ваша позиция, она 8-9 место, она практически стабильная на протяжении последних лет, но тем не менее, мы желаем, чтобы исправляли в эти замечания, которые были сказаны, начиная от вопросов финансовых, кончая вопросами правовыми, тогда у вас позиции улучшатся, и ситуация в поселении будет несколько иная. А теперь Ирина Бирюкова нас познакомит с прогнозом погоды. Ирина, что обещают синоптики в четверг? 15 августа по прогнозам синоптиков сохранится небольшая облачность. К вечеру возможны осадки. Подробнее через несколько минут. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин